Девушки отдыхают Когда система закрывает глаза на убийство ее семьи, она решает вершить справедливость сама, очистить город от преступников и продажных полицейских, чтобы отомстить за любимых. Ведь месть – это блюдо, которое подают холодным. Холодным, как мороженое со вкусом мяты, которое так любила ее единственная дочь. Это они! Послушайте меня! А возможно, вы сейчас не в состоянии давать показания? Доказательств недостаточно, чтобы передать дело в суд. Думаете, добьетесь справедливости? Сможете им отомстить? В сценарии фильма «Багровая мята» продюсеров Тома Розенберга и Гарри Лучези из кинокомпании Lakeshore Entertainment в первую очередь привлекла драматическая трансформация героини из обычной женщины в народную мстительницу. В последнее время не было ярких и реалистичных фильмов с сильной главной героиней-женщиной, поэтому было принято решение запустить этот проект. Сценарий, написанный Чадом Джоном, автором боевика «Падение Лондона», с самого начала предполагал, что постановщиком выступит автор-заложница Пьер Моррель, который своим предыдущим проектом открыл новые горизонты в области экшн-кино. Я искал подходящую историю с интересной главной героиней. Идея «Багровой мяты» мне показалась идеальной. Здесь есть настоящие эмоции и драма. Для экшн-фильма очень важна мотивация героев, что ими движет в сюжете фильма. Здесь всего этого было предостаточно. Пьер Моррель заинтересовался историей о переживании экстремальной эмоциональной травмы и тем, как она меняет человека. Боевик «Багровой мяты» стал естественным продолжением его предыдущих фильмов. В каком-то смысле это продолжение «Заложницы», но с героиней-женщиной. А на волне женского движения Голливуда сейчас очень подходящее время для такой истории. Райли Норт в исполнении Дженнифер Гарнер не та героиня, которую мы привыкли обычно видеть в кино. Она не супершпион и даже не бывшая военная. Была самой обычной женщиной, пока произошедшая в ее жизни трагедия не превратила ее в другого человека. Теперь смысл ее жизни – поиск справедливости. Наш фильм о том, как может вести себя обычный человек, когда попадает в невероятно драматическую и жестокую ситуацию. Один из первых вопросов, которым задался режиссер Пьер Моррель, «Кто сможет воплотить на экране такой сильный нетипичный женский образ?» Для этой роли Дженнифер Гарнер было необходимо предстать в идеальной физической форме. Поэтому пришлось вспомнить все свои предыдущие истории, где она стреляла и дралась, слегка подзабытой в последнее время. После нескольких лет исполнения роли суперагента Сидни Бристов в популярном телесериале «Шпионка» и ролей в таких жестких экшн-фильмах, как «Электро» и «Королевство», Гарнер сосредоточилась на более драматических образах в кино. Но она всегда была готова вернуться в экшн, а роль Рейли — возможность бросить вызов самой себе. Ведь эта роль сочетает в себе как драматические, так и боевые способности. И Дженнифер Гарнер с радостью согласилась. Так как это оригинальная история и одновременно женский боевик, я считаю, появление такого фильма очень своевременно. Поэтому я была очень рада возможности сыграть совсем неженственную героиню. Мне раньше не выпадал шанс изобразить эту глубинную интуитивную потребность защищать семью. Идеи и концепции мне были очень понятны и близки. Поскольку я сама мама, мне было несложно понять и сыграть эмоции своего персонажа Райли. Любовь, которую мать дает своему ребенку, может стать смертельным оружием, а ее саму превратить в опасного зверя, который будет мстить до самого конца. Мотивация и поведение Райли не совсем типичны для жанра триллера, а мести и переворачивают обычные представления об экшен-герое. В фильме «Багровая мята» поднимаются сложные моральные вопросы, связанные с понятием справедливости. Судьба борца, который вершит самосуд, интересна с социальной точки зрения. Вряд ли можно согласиться, что люди могут сами решать, кому и за что мстить в поисках своей собственной справедливости. Но есть много людей, которых закон действительно не защитил. Конечно, это фильм, и раз это придуманная история, то авторы могут довести его до некоторой крайности. Но основные идеи с картины витают в обществе и обсуждаются почти каждый день. В основе боевика «Багровой мяты» лежит дискуссия о мести и правосудии, и об их гуманности. Фильм задает вопрос, как бы вы себя вели, если бы столкнулись в жизни с невосполнимой потерей и выпиющей коррупцией. Я не знаю, сможет ли такое правосудие заполнить пустоту в душе Раэля. На нашей первой встрече мы с Пьером Моррелем обсуждали вопрос о том, является ли месть правильным и подходящим решением. Это сложная тема, достойна отдельной дискуссии. Месть — темная сила, она не способна вернуть то, что уже потеряно. Но для Раэля это скорее поиск справедливости, чем месть. Она вершит то правосудие, которое реальная система не могла обеспечить. Ее рассуждение о том, хорошо это или плохо, показывает, что она остается очень человечной. И это делает ее просто неотразимой. Продажные судьи. Грязные копы. Чего я хочу? Я хочу справедливости. Уровень преступности в этом районе низкий не случайно. Это все из-за нее. Но хоть кто-то неравнодушен. Найдите ее, даже если придется сжечь весь город. Багровый мят отличается от привычного экшен-фильма тем, что Райли осуществляет свою тотальную месть прицельно и точно, избегая лишних жертв и минимизируя побочный ущерб. Райли не убивает ради убийства. Она лишь хочет, чтобы правосудие свершилось. А подобное никогда не повторилось. Она не может допустить жертв среди невинных людей и уничтожает только тех, кто причинил ей вред. Общество разделяет единую систему ценностей, которая обеспечивает ему баланс. Мы поддерживаем тех, кто подает пример, верим, что хорошие люди вознаграждаются за добрые дела, а плохие поступки не остаются безнаказанными. В Багровой мяте общество и система уголовного правосудия не оправдали доверие Райли Норд. Несмотря на свидетельства очевидцев, на правосудие нет надежд. Влияние наркокартеля слишком сильно, и коррумпированная система встает на сторону преступников. Райли бесследно исчезает и начинает тренироваться. Теперь ее единственная цель – добиться справедливости. Но по ее собственным правилам. В течение следующих нескольких лет она превращает себя в искусного и хладнокровного убийцу, владеющего боевыми искусствами, хорошо разбирающегося во взрывчатых веществах, оружии и способах обороны. Она изучает борьбу, мастерство владения холодным и огнестрельным оружием, учится, как оказывать себе экстренную помощь, например, фиксировать сломанные кости. Она решает совершить возмездие и объявляет войну на пятую годовщину смерти близких, которая также была днем рождения ее дочки Карли. Работать с Дженнифер Гарднер было одно сплошное удовольствие. Она невероятно потрясающе перевоплощается на экране. И мне кажется, что наши персонажи получились чрезвычайно правдоподобными. Мой герой – детектив Бел Тран – старый волк. Он знает, как устроена система, при этом он бесстрашный опытный боец. Мозес – полицейский старой школы, который повидал в своей жизни все, сталкивался с самыми ужасными вещами, научился не принимать их близко к сердцу, а просто четко следовать инструкциям. Холодный, скрывающий эмоции Мозес, его прямолинейный подход к делу создает легкую двусмысленность, а не является ли он купленным копом. В его характере заложены противоречия и до конца неясны, хороший он или плохой. Он постоянно задается разными вопросами, например, что является на самом деле законом, когда кругом заправляют бандиты. Молодой начинающий напарник Мозеса – детектив Стэнли Кармайкл. Он остро реагирует на то, с чем ему приходится сталкиваться в процессе работы и еще не научился справляться с собой. Исполнитель роли Кармайкла, актер Джон Галлахер-младший, говорит о психологических последствиях работы в правоохранительных органах. Я думаю, что у моего героя были самые лучшие намерения, когда он поступал на полицейскую службу. Он был немного наивным в начале карьеры, но работая в отделе по раскрытию убийств, ему пришлось увидеть много жестокости. Сначала это сводит его с ума, но постепенно его чувства грубеют и притупляются, и он становится более хладнокровным. Когда у тебя забирают все, ты становишься кем-то другим. Она очень популярна в соцсетях. Ее подозревают во многих убийствах. Для них она нечто большее. Нас больше, мы лучше вооружены. Как думаешь, чем это кончится? Я перебью вас всех до одного. А там уже как пойдет. Мастер по созданию захватывающего и убедительного экшена Пьер Моррель в «Багровой мяти» решил разделить экранное время поровну между драмой и элементами боевика. Райли шокирована потерей самых близких и родных для себя людей. Поэтому она решает во что бы то ни стало добиться правды ради своей семьи. Здесь главное эмоциональное переживание главной героини. Если нет настоящей драмы, которая трогает зрителя, то и пропадает значение и эффектность экшена. Если герои делают на экране то, что невозможно в реальном мире, то это подрывает доверие зрителя к персонажам. Поэтому мы очень внимательно работали с прославленным постановщиком трюков Кейтом Вуллардом, чтобы не допустить в постановке наших сцен всего, что невозможно с реальной точки зрения. Опять же, в этом содержится один из смыслов нашего фильма. Он вытекает из реальной жизни. Наша героиня не умеет и не собирается ходить по потолкам или летать над проводами. В фильме нет ничего невозможного, что не смог бы сделать простой человек. Вы, конечно, должны иметь отличную начальную акробатическую подготовку и разбираться во всевозможных видах вооружения, но там действительно нет ничего физически невозможного. Кстати, Дженнифер Гарнер сама выполняла все трюки в картине. Метаморфоза главной героини фильма Райли и ее путь от мамочки из пригорода до народного мстителя создает необходимый контраст картины. Багровый мят дает полное представление о разнообразном и неоднородном составе сообществ, населяющих Лос-Анджелес. От благоприятных, респектабельных семейных районов до самых мрачных и криминальных уголков города. Реалистичность и жестокость сюжета нашли отражение в процессе создания фильма. Съемки проходили вдали от гламурных огней Голливуда, просторных павильонов и студийного комфорта. Съемочной площадкой чаще всего выступали реальные улицы города. Нельзя сказать, что Пьер Моррель чем-то удивил в своем новом фильме. Режиссер продолжает неплохо справляться с вверенным ему. Жанром обогровый мяты войдет в его фильмографию, как очередной боевик а-ля «Заложница» или «Тринадцатый район». Но если вы соскучились по Дженнифер Гарнер в роли очередной миссис Смит, то лента придется вам по вкусу. Тем более голливудский маховик женского кино про сильных тетенек везде и всюду уже нельзя остановить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова